МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но чтобы совсем уже не уйти мыслью в далекие и неизведанные выси, вернемся к простым событийным вещам. Коротко о сегодняшних темах. Что дальше? Корреспондентам нашей программы удалось узнать о ближайшей судьбе сгоревшего политаевского рынка. Мост над рекой. В Рязани продолжается возведение путепровода на Московском шоссе. Не начинай. В Рязани даже наркопотребители высказываются категорически против опасного зелья. Теперь приступим к подробному изложению новостей. По-прежнему одной из главных тем, которые сегодня обсуждаются в Рязани, остается пожар на политаевском рынке. Он, напомним, случился в ночь на минувшую пятницу. Да так случилось, что рынка как такового по большей части не осталось. Специальный репортаж об этой огненной драме был в нашем эфире. А сегодня, когда страсти слегка улеглись, пора бы прояснить дальнейшую судьбу комплекса. Напомним, что пожар на политаевском рынке начался в ночь на прошлую пятницу. Пламя бушевало несколько часов. За это время огонь уничтожил почти 4000 квадратных метров, что составляет приблизительно треть от общей площади рынка. Сегодня сведения о будущей судьбе политаевского рынка нам удалось разузнать у одного из совладельцев торгового комплекса Александра Шевырева. Само основное здание представляет из себя три независимых модуля. Центральный модуль выгорел, поскольку были так называемые пожарные зазоры между крайними модулями. Крайние модули не пострадали. Ну, судьба какая. Крайние модули уже практически сейчас запускаются. Ну, там, некоторую уборку сейчас проводят. С завтрашнего дня сейчас уже все уличные павильоны запущены. То есть дальние коммуникации, газ, электричество. Работает вот часть правая Эльдорада. Ну, и в течение сегодня-завтра будут запущены еще три зала. Та часть, которая выгорела, уже проведены переговоры с проектировщиком. Проектировщик уже начал работать. Там, кстати, проектировать не нужно ничего. Будет капитальный ремонт. Проведены переговоры с подрядчиком. Это сталь-конструкция, которая будет осуществлять все эти работы. Еще одна фирма приглашена. И с субботы работает экспертная группа, которая в течение нескольких дней даст нам заключение экспертное. Ну, по первому взгляду экспертной группы, где-то 90% всех несущих металлических конструкций, в общем-то, сохранится. Мы планируем где-то в течение двух месяцев, ну, максимум до Нового года, восстановить вот эту вот выгоршую часть и запустить ее. Сейчас в программе материалы серии «Народный репортер». Мы получили от наших зрителей, снятые на авторегистратор, видео, свидетельствующие о наезде на пешеходы. Дело было в субботу, а сегодня у нас комментарии дорожной полиции. В субботу вечером на улице Ситниковская произошло ДТП. 49-летний водитель Нивы, не заметив переходящую дорогу пенсионерку, сбил ее прямо на пешеходном переходе. Старушку с переломом бедра госпитализировали в БСМП. За 9 месяцев текущего года из-за нарушения проезда пешеходного перехода водителями транспортных средств было зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 2 человека погибли, 83 получили травмы различной степени тяжести. Подавляющая часть происшествий, рассматриваемого вида, зарегистрированы на территории областного центра. Таких произошло 88% от общего количества. К другим темам мост, о котором было много написано и сказано, в то время, когда его самого и в проекте не существовало, наконец-то начал активно строиться. Речь идет о путепроводе на московском шоссе между торговыми гигантами «Премьер» и «Метро». Переходик там был хлипенький, что и говорить, и народ, особенно зимой, шел по нему с опаской, а то и вообще предпочитал по проезжей части бегать. И люди падали с тропиночки, и машины в здешнюю речушку улетали. Все бывало. Не было только моста. Однако с недавнего времени мостосозидательная активность здесь все же присутствует, в чем мы сегодня воочию убедились. Сейчас полным ходом идет монтаж секции пешеходного моста через реку Павловку. Горожане этот объект ждали уже очень давно. Ведь пешеходам, чтобы попасть в расположенный на московском шоссе торговые центры, приходилось перебегать проезжую часть, что весьма небезопасно. Необходимость строительства моста через Павловку рассматривалась властями неоднократно. Проект обсуждался и дорабатывался. Но в целом, как и обещали городские власти, в 2014 году работы по строительству пешеходного моста начались. За счет средств городского бюджета уже установлено основание моста, а основная конструкция должна быть смонтирована за счет инвестора. Сегодня будет установлена половина конструкции. Завтра под речкой обещают мост уже основную конструкцию собрать. Вот именно основная конструкция моста будет собрана завтра. Будут в дальнейшем продолжены работы по сбору уже и пешеходных ограждений, и самого настила. И эти работы планируется провести где-то до 20-х, в 20-х числах закончить полностью монтаж моста. В это воскресенье прошло публичное обсуждение вопросов, связанных со строительством многофункционального детского центра в пограничье между Конищево и Преокским поселком. Встреча получилась весьма оживленной, поскольку в обсуждении приняли участие как сторонники, так и противники будущей застройки. В итоге высокие договаривающиеся стороны пришли к решению создать общественный совет по вопросу строительства детского центра. Проект многофункционального детского центра между микрорайонами Конищево и Преокским, пришедшим на общественное слушание местным жителям в спортзал 52-й школы, представил главный инженер северной компании Павел Келиберда. Он пояснил, что возведение одноэтажного здания планируется на месте просеки, которая ранее предназначалась под линией электропередач, но затем не была использована. При строительстве березовая роща не пострадает. Ну вообще все березы трогаться не будут вообще. Будет только снесена просека. Если в просеке будут находиться какие-то особо ценные породы деревьев, они, соответственно с нашим законодательством, будут компенсированы застройщикам и будут посажены аналогично или приравнены к данным деревьям другие, скажем так, породы. Надо сказать, что общественные слушания проходили бурно. Порой выступающим приходилось даже перекрикивать друг друга. В общем-то жители, пришедшие на слушание, разделились на два лагеря. Как за, так и против. Против постройки выступали те люди, которые не верят в то, что березовая роща будет сохранена, а также владельцы гаражей. Последних не устраивают те суммы, по которым северная компания выкупает у них гаражи. Еще одна часть людей опасается, что вместо социального объекта они получат очередной торговый центр. Как, например, было пару лет назад, когда в Канищево вместо бассейна вырос офисный центр. Впрочем, многие негативно настроенные жители изменили свое мнение уже по ходу общественных слушаний. Когда приехал сюда жить, мне даже в песочке казалось, что вот там помойка, построена помойка. Сейчас, я вот недавно ездила туда, когда открывал губернатор, там парк. Съездите, посмотрите, я тоже за такой парк. Вы понимаете, там дети пришли, там детская площадка, там волейбольная площадка, там теннисы, там чего только нет. Там бассейн, там красота. Но почему мы должны жить в помойке, объясните мне. По итогам общественных слушаний, для того, чтобы решать все возникающие вопросы и контролировать ход строительства детского центра, решено было создать общественный совет. В него вошли представители всех заинтересованных сторон. А работники северной компании пообещали беспрепятственно пускать членов новообразованного общественного совета на стройку, а также предоставлять всю необходимую для местных жителей информацию. К другим темам синтетические наркотики, а именно многочисленные курительные смеси, продолжают свое смертельное шествие по миру, в том числе и по нашей стране. Хотя и было объявлено о том, что эпидемия гибели людей от всевозможных спайсов позади. Но вряд ли кто знает, как обстоят дела на самом деле. Специалисты-наркологи утверждают, привыкание к синтетике такой же, как и к самым жестким наркотикам. Оно мгновенно и во многом фатально. Это наркоторговцам смертью, которые рьяно занимаются своим черным делом. На днях рязанские полицейские накрыли очередной притон. Кто знает, смогут ли выбраться из наркома-то личности, прибывавшие во время рейда в этой буквально человеческой норе, поскольку иначе помещение, где их отыскали, назвать нельзя. Но даже будучи в угаре, потребители наркотиков твердят одно – не пробуйте, не начинайте. Иначе в жизни все закончится очень плохо и очень быстро. Жители нескольких домов на улице Новоселов обратили внимание на то, что в одной из квартир их двора собирается странная компания молодых людей. По словам свидетелей, координация движений ребят, равно как и поведение, выдает их пристрастие к наркотическим средствам. Обследовав дом, полицейские выявили так называемую нехорошую квартиру. Внутри находились ее завсегдаты. В ходе досмотра квартиры полицейские обнаружили пакет, наполненный синтетическим наркотиком, именуемым спайсом. И вдобавок к этому комок гашиша. Наркотики полицейские изъяли, по данному факту проводится проверка. А вот достаточно редкий случай, прямая речь от того, кто знает, что такое наркотики. Я вот что скажу вам, молодые люди. Сажают это, жизнь свою губить. Просто, просто жизнь губить. Она сажает, вы думаете, раз курнули, два курнули. Все, ничего, да, сажает она. Вы просто не понимаете. Сегодня, сразу после программы «Время говорить» в нашем эфире будет встреча с заведующим стационарным отделением областного наркодиспансера Анатолием Щербаковым. Этот человек, профессионал высокого уровня, каждый день которого связан с бедой, называемой наркоманией. Мы будем говорить как раз о курительных смесях. Поскольку многие до сих пор почему-то считают их чем-то безобидным, не опаснее бутылки пива или банки коктейля. Альтернативой порокам всегда был здоровый образ жизни и, так сказать, чистота помыслов, когда человек с младых ногтей утверждается на не самом простом, но единственном правильном пути. И этот путь всегда вверх, к вершине, к новым достижениям, пусть даже и не очень великим. Спорт. Так называется это доступная всем дорога. В Рязани прошли соревнования наших молодых бойцов каратэ, которые вскоре будут по-джентльменски выяснять отношения с оппонентами из других клубов. Точность и стремительность атаки, отточность каждого движения при выполнении специальных комплексов, суровое изящество боевых форм. Все это присуще даже тем, кого за пределами зала называют малышней. А здесь все равны. Все бойцы, все товарищи по команде. Участвуют, я смотрю, самые младшие у вас. Да, как всегда традиционно, самые младшие у нас 7-летние, самые старшие 14-летние, 7-14 лет. То есть дети и юноши. Каратэ в очередной раз зарекомендовало себя как самый демократичный вид спорта. От мал до велика. Такова возрастная линейка каратэ. Несмотря на стремительность схватки, здесь никогда не бывает серьезных травм. Это обусловлено правилами поединка. И, наконец, главное, философия пути каратэ заключается прежде всего в воспитании достойного члена общества, патриота, защитника. Потому, наверное, родители приводят в залы даже самых маленьких ребят, мальчишка, девчонок. Тот, кто пришел в зал, уже никогда не свернет, скажем, в подвал наркоманов. Главное, чтобы спорт этот или любой другой был массово доступен для ребят. И не на словах, а на деле. Мы уже провели в течение всей недели по всей федерации внутренние соревнования, именно по физподготовке, приравняв их немножко к нормам ГТО. То есть мы это сегодня не показываем, но на самом деле мы это провели. И этих ребят на следующей неделе уже будем награждать. И у нас очень поразительно было то, что, например, выискались такие дети, как 6-5 лет, которые отжались, или пресс в совокупности больше, чем мальчики или девочки 10-11 лет. То есть из мальчика, например, который отжался в 6-летнем возрасте почти 60 раз. Сейчас в Рязани появляется все больше парковых и дворовых спортплощадок. Это верное направление развития массового спорта, оно уже приносит свои отличные результаты. Вопрос в том, что сейчас нужно сделать доступнее и школьные спортзалы, которые, образно говоря, обладают большим потенциалом. Там можно сформировать целые комплексы для семейных занятий спортом. Там могут проводить занятия тренеры, воспитываться целые дворовые команды, тем более, что у школы со своими залами действительно находятся в шаговой доступности. Спортзалы учебных заведений надо максимально использовать. Тогда и нормы ГТО станут действительно нормами, а не прописанными в документах результатами, достичь которых способны только самые целеустремленные. Во многих регионах работа в этом направлении уже ведется, а уж ответственные руководители должны понимать, что отставать сейчас – это значит всегда оставаться в роли догоняющего. Так что спорт и еще раз спорт другой альтернативы нет, как нет иного способа обеспечить гармоничное развитие личности человека с самых юных лет. Однако есть, к сожалению, немало молодых еще ребят, которые пошли по другой дорожке, в прямом смысле слова, ведущие вниз, в наркоподвалы, на дно жизни. О том, как выбраться из этой паутины, кто поможет в этом, и возможно ли вообще разглядеть свет в конце наркотического тоннеля, мы будем говорить в студии программы «Подробности». С Анатолием Щербаковым, который, напомним, возглавляет стационарное отделение областного наркодиспансера. Наш эфир продолжается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин